Профессор На какие темы беседуете? Может вопросы у вас интересные есть? Да нет, в общем-то. Тема какая получится, а так... Ну, я понял вас. Ладно, есть ко мне вопросы какие-нибудь? А вы в Канаде живете? Да, я в Канаде живу. А у вас там портрет не очень хорошо видно. Александра Второго. Ну, если разбирались, разбирайтесь в российских императорах, я бы мог поднести поближе. А так я же вам сказал Александр Второй. Нет, но сказали этого достаточно. А флаг у вас какой? А флаг города проживания. А, понятно. А вы о чем разговариваете здесь? С россиянами в основном, нет? Да нет, то попадется в основном. С украинцами часто разговаривают об истории, о футболе, о железной дороге, о науке. Ух ты! Вы кто по образованию, если не секрет? Я химик. Химик? Да. Ну, в смысле, и работали по химии, да? Ну, я работал до перестройки. Перестройка, когда произошла, у нас пришлось в бизнес уйти. Ну, помните, что такое концентрация? Можете дать определение? Нет. С2H, 5OH, единственное, что я запомню. Да ладно, если химик, должны больше запомнить. Ну, ладно, удачи. Нет, нет, секундочку. А вот С2H, 5OH, а чем отличается спирт от алкоголя? Можете сказать? Как от алкоголя? А алкоголь – это напиток алкогольный. А спирт от алкоголя? Это в торговой сети напиток, напитки алкогольные. А с точки зрения химика – это частное, общее, как яблоко, фрукт. Спирт – это общее, а алкоголь – это частный случай спирта. То есть алкоголь, алкоголи – это одноатомные спирты, в которых есть одна функциональная группа OH. Если там… Вот, допустим, этиленгликоль, если вот… Ну, и известный из быта. Это вот омывающая жидкость для машин. Это двухатомный спирт. Он спирт, но не алкоголь. Равно как и глицерин – спирт, но не алкоголь. А алкоголь – это однозначно одноатомный спирт. То есть спирт, в котором только одна функциональная группа OH. То есть метанол, этанол, парпанол и так далее. Ну ладно, удачи вам. Ну, что вы так торопитесь, ухайки. А я не сумел производную взять, и мне по догонате сказали… Над ним стоит это… Я не так силен в истории, но для меня это кажется… Либо это Петр II, либо это Романов, Романов – это семья, которая… Вот. Но вы мне поправьте. Петр тоже был Романов. Это Романов, конкретно Александр II. Я вам объясню просто так. Я никогда не признавал истории, я даже в школе не учил. Математический уклон… В Украине экзамены как сдавались? Ты можешь выбирать «История» либо «Математика». Я выбирал «Математику», я медали закончил школу, я хорошо поступил. У меня лучшие оценки – мой бакалаврский, магистровский диплом. То есть я свои работы сам написал, и я могу сам объяснить, о чем они. Но… Да, в истории я не так уж силён, но… Ну, я же вас бы не спрашивал по истории. Вы спросили, я вам ответил. Да. Расскажите… Хорошо. Если у вас есть время, вы находитесь сейчас в Канаде, правильно? Вы говорите… В Ванкувере, если правильно я понял. В Торонто вы неправильно поняли. Извините. В Торонто – это ещё лучше. У вас там есть такая ещё вышка большая, правильно? Ну, Ванкувер считается вообще… Ванкувер считается самым… самым респектабельным городом мира. Торонто на четвёртом месте, Ванкувер на первом. То есть самый комфортабельный город мира считается Ванкувер по многим данным опросов. Ну, спрашивайте. Вышка есть дальше. Что вы хотели спросить? Смотрите. Следующий вопрос, который я хотел бы задать, он требует предыдущего подвопроса. Подвопрос такой. А кто у вас национальность? Ну, я русский по национальности. Вы русский по национальности? Хорошо. Нет, это не имеет никакого значения, я думаю. Уехал в Канаду из Харькова. Если вас интересует, откуда уехал, сразу скажу. Нет, нет, меня не интересует. Я не задаю какой-то провокационный вопрос. Вы не подумайте. Ну, ничего страшного. Я понимаю. Да. Для меня самое интересное то, что, понимаете, для меня, как гражданина Украины, в Канаде находится самая большая украинская диаспора. Ну, не самая большая. В процентах, может, самая большая. Самая большая в России, потом в Штатах, а потом уже в Канаде третья, а не самая большая. А раньше была еще Аргентина больше, чем в Канаде. Сейчас из Аргентины разъехались. У них там... Какой человек, который живет... Вы долгое время живете в Канаде? 17 лет. 17 лет. Вы ощущаете украинскую диаспору? Как это на вас ощущается? Допустим, смотрите, такой вопрос. Я бы хотел эмигрировать, допустим, в Канаду. Мы предпочли бы такую ситуацию. Как бы я себя ощущал? Как человек, который приезжает в данный момент? Не когда вы приехали 17 лет назад или все это время живете? В данный момент. Если вы хороший айтишник, у вас есть неплохие шансы тут хорошо устроиться. Украинская диаспора вам ничем не поможет. Ну, поможет только от каких-то мелких вопросов. Но она придерживается, в отличие от иных диаспор, тоже китайской или итальянской, других. Они считают, что поменьше из Украины нужно брать. Они говорят, будуйте Украину. Ну, вашим говорят украинцам. Будуйте Украину лучше. То есть, ну, если приедете уже, они вам помогать не будут в приезде. Но если приедете, там, какую-то помощь они откажут, если вы окажетесь там... Вы нашли помощь. Смотрите, вы, возможно, неправильно поняли мой вопрос. Вы человек, который живете 17 лет вот уже в Канаде. Вы там уже полностью вошли в общество, правильно? Вы уже как полноценный член общества, который понимает и весь менталитет. Как это все устроено и все остальное? Смотрите, вопрос был в том, я как человек, который приезжает из Украины вообще с другой страны, в Канаду. Да. А у нас есть такой поинт. Это вот люди, которые живут в Канаде, которые есть такого же общества, как мы, какой-то менталитет. Ну, я понял. Как я со своим менталитетом хочу интегрироваться в обществе? Ну, синтегрируйтесь. Дело в том, что в Канаде нет такого общего канадского менталитета. Тут все делится на комьюнити. Общественное в нашем крае. Если вы примените, профессия у вас нормальная для Канады, да, вы пристроитесь. Если вы чисто вот в культурной сфере тоже адаптируйтесь. У вас есть, как вы сказали, украинская диаспора довольно сильная, да, большая. Тоже адаптируйтесь. Если вы украинец по национальности, как я понял, да. Так что у вас есть все шансы. Тем более, сейчас пока Канада дает в связи с войной, дает льготы там по, ну, вот эти временные визы с войной на три года, они дают и дают пособие, там, три тысячи, по-моему, дают одноразово. И помогают там в некоторых иных вопросах более мелких. Смотрите, Жените, возник сразу вопрос. Вы сейчас живете вот в таком, одной из центров Канады, правильно? Да. Ну, хорошо, даже пособие. Вы так акцентируете на этом внимание, как будто бы это что-то решило в моей жизни. Нет, я же говорю, если вы пристроитесь нормально, сразу же фирма найдете до того, как эмигрировать, вы сразу будете деньги иметь, вам не нужно никакие пособия. Извините, вот вы такой кладезь знаний, я хочу сразу почерпать, если можно, все вопросы с вас получить. Смотрите, хорошо, я хочу сейчас в данный момент, сейчас в данный момент эмигрироваться в общество Канады. По вашему мнению, какие у меня могут быть трудности, вот как человека, который только приезжает? Ну, у меня нет, у меня нет проблемы с английским, то есть у меня есть один уверенный, у меня есть, я экзамен сдавал, то есть вот, это ближайший год. Ну, да, да. Ну, ваше. Я не сомневаюсь, я считаю… Погодите, сейчас. У меня есть, понятно, мои научные степени, которые сейчас я буду получать кандидата наук через полтора года. Ну, это когда-то случится, но это не на данный момент, это будет на украинском, и пускай это будет котироваться где-то. Вот у меня есть два, две магистра в каких работах, есть поколавы, все остальное. Хорошо, это другое. Что вы мне посоветовали, как человек, который живет там очень давно? Вот считайте, как будто я обратился к своей бабушке или дедушке, который живет в этой стране. Что вы мне посоветовали? Я понял, я уже вам начал советовать, еще раз повторяю, что у вас есть хорошие шансы адаптироваться по профессиональному опыту. Давайте по пунктам. А по пунктам я буду дискуссировать сами. Давайте по пунктам. По профессиональному у вас хорошие шансы, раз в айтишник. По этническому тоже хороший, но вам нужно ехать не в Торонто, а тогда в тот город, где много украинцев. Это Виннипек или Эдмонтон, если вас интересует. Если вас интересует этническая близость, чтобы вы ближе, чтобы именно там, где максимальное количество украинской диаспоры. Я вам говорю, из больших городов это Виннипек или Эдмонтон. А так у вас все неплохие шансы адаптироваться. Вам не обязательно в украинскую диаспору. Вы русскоязычный, я вижу, человек. Нет, смотрите, меня родители воспитывали так. Меня воспитывала не моя страна, меня воспитывали мои родители. Я сам из Донецкого региона. Я могу разговаривать на русском. Вы же сказали, Краматорск. Славянск вы сказали, я помню. Да, да. Это никакая проблема. Я могу разговаривать на украинском языке. Никаких грамматичных помылок я не могу. Я понимаю, понимаю. Я могу говорить в английском. Абсолютно. Это не проблема для меня. Это круто. Вы должны понимать. Это только вопрос того, что я проявляю уважение к самому собеседнику к вам. Потому что мои родители воспитали меня так, что старше меня человеком прожил дольше меня. И много других есть пунктов. Я благодарен за это. Да. То есть, если вы думаете, что все просто так. И вопросы эти к вам абсолютно искренние. Потому что вы как человек, который живете там. Не имеет значения. I give you my respect for this position. В общем. Да. То есть. Ну хорошо. Я вам сказал. У вас хороший шанс адаптироваться в канадское общество. Действуйте. Украина. Украина. Если она останется. Вот если славянска останется в Украине. У Украины нет будущего. Вам нужно перейти в цивилизованную страну. Так что действуйте. Всех вам благ. Вас здесь не пишут? Плевать. Он в курсе. Кто? Только кто пишет. Семичастный? Хорошо. Ну все понятно. Седаешь. Может вопросы у тебя интересные есть. Я думаю мы как раз с вами друг друга нашли. Правильно? Интересно побеседовать. Поговорить. Ну вот. У вас такой флаг. Канадским. Вроде бы кленом. А я не понимаю. Какой это странный флаг? Это флаг города Торонто. Города Торонто. То есть. Получается вы с Канады. Да. С Канады. Расскажите. А вы с Тарнопольской области. Верно? Не. Я не с Тарнопольской области. А откуда? Там я откуда буду. Я буду с Донецкой области. Город Славянский Герой. А. А. На данный момент я проживаю вместе с Киев в Украине. Понятно. Ну хорошо. На какие темы беседуете? Может вопросы интересные есть. Я вам расскажу так. В очень давнем возрасте моем. 18 лет. Мне показали такой сайт. Как это вот. Рулетка. Да. И в данный момент. Спустя долгое время я решил в него зайти. и с большими сложностями запустил этот стрим для творчества пообщаться. Вы наверное один из 10 тех людей, которые ко мне подключились. А в чем сложности-то были? Сложности, во-первых, были то, что macOS есть. Такая другая операционная система. До этого я как программист, я работаю на macOS. А. Ну понятно. Во-вторых, есть подключитель ты можешь либо с Facebook, либо ВКонтакте. Это да. Да. Ну с Facebook легко подключиться с Facebook. Еще раз. С Facebook довольно легко подключиться. Она автоматом подключает. Если у вас... Да, я понимаю. Но вы же понимаете сами, как человек, который находится в Торонто, что это русскоязычный сайт и зачем мне подключиться с Facebook своего основного? Правда же? Facebook и так мета является компанией, которая придет личные данные. Ну понятно. Но это вот, это стало последние полгода. Раньше в эту рулетку можно было заходить без подключения через Facebook. Ну, я очень давно заходил в эту рулетку и все это... Ну хорошо, я вас понял. Ну зашли в итоге-то. У вас есть какие-нибудь темы, на которые вы беседуете приоритетные или что-нибудь? Я не знаю. Извините, конечно, это может быть такое беспардонное, но какие вы проследуете темы? Вы, да, человек, наверное, какой-то осведомленный в этом теме. Ну я вам скажу. Я собираю контент для своего YouTube-канала, беседую на темы научной истории, история футбола, железная дорога. Какие-нибудь из этих тем вас интересуют, задавайте вопросы, побеседуем. Смотрите, я непосредственно участник в своем детском возрасте был Донецкой железной дороги. Донецкой. Донецкой. И математикой, наверное, к истории никак не отношусь. А, ну ясно. То есть вы по образованию, в смысле, вы уже закончили школу или сейчас где учитесь? Наверное, в колледже, в университете или где? Давайте с вами вместе погадаем. Ну, по моему лицу. Сколько вы мне скажете лет? Я скажу, что только вам. Вы же сказали, что вам 18. Не, я не говорил, что мне 18. Ну, я так думаю, что вам 19. 20. А вы рассуждение сделали по моему внешнему виду или как? Ну, как же. По вашему внешнему виду, да. Тогда я вас благодарю. Это очень хороший комплимент для меня, как я внешне выжил. Мне 23. Я человек, который уже и был и бакалавром, и дважды магистром, и на данный момент аспирант. По какой специальности? В компьютерной науке, компьютерная инженерия, кибербезопасность. Ну, прекрасно. А базу хорошо помните? Допустим, основа анализа. Сколько будет, сходу ответите, сколько будет производная, скажем, от 3x кубе? От 3x кубе, смотрите, для того, чтобы считать производные от 3x кубе, мы же живем с вами в 21 веке, я же могу допустить калькулятор, не допустить ошибки и посчитать с вами вместе в онлайн-режиме за одну секунду. Можете, можете, но такие вещи, как элементарные, как вот таблица умножения, некоторые тоже пользуются калькулятором, но это как бы… Смотрите, 3 в квадрате – это 9, правильно? Для того, чтобы не ошибиться с вами, 3 в кубе есть два варианта, которые идут мне в голову, это либо 9, либо 12. Я не хочу… 3 в кубе, во-первых, будет 27, что-то пошло, но я вас не спрашивал 3 в кубе, я вас спрашивал производные, но раз уже 3 в кубе вы неправильно берете эту производную, тем более вы неправильно возьмете. Я понимаю… Давайте еще сделаем скидку на то, что в данный момент я такой нетрезвый и зашел вообще, не считай же, правильно, математические производные и все остальное. Но я хочу вас уверить в том, что если бы стояла такая цель… Я понял, вы бы нашли в гугле и не нашли бы в калькуляторе, я прекрасно вам… Я вам верю, что вы это сделаете, безусловно, да, но… Некоторые вещи нужно знать себе, без калькулятора держать в уме. Все правильно. А это имеет какой-то смысл, если могу это сделать намного быстрее даже… Я в своей голове могу это посчитать, я буду сомневаться, если я могу сделать это, чтобы не сомневаться. Есть математические формулы, которые можно поставить в ход, я это посчитаю многовенно и не допущу ошибки. Правильно же? Вот, да, я понимаю. Вот, допустим, даже… Вы, как компьютерчик, должны понимать, что даже дважды два… Сколько будет дважды два, ответ четыре не вполне верен. Ответ четыре – это в десятичной системе, в которой мы привыкли, а также в системах, которые там свыше четырех. В двоичной системе, которым пользуются компьютерчики, и в троичной – это отнюдь не четыре, там вообще нет такой цифры. В двоичной системе дважды два будет двадцать два. Да. Извините, я вас перебью. Очень можно интересный ответ получить, если ввести эти ответы искусственному интеллекту. Сейчас есть чат GPT, я думаю, вы знаете такую систему, правильно? Сейчас есть четвертая версия, которая уже анализирует информацию до двадцать третьего года. То есть, что это говорит? Даже если вы скажете первое – дважды два равно четыре. В следующий раз вы приведете какой-то пример, в третий раз вы приведете какой-то пример, а еще, если в дипломе добавите ссылки, на что вы ссылались, оно пронизирует всю информацию, оно будет поддерживать с вами в дипломе в таком же тоне, правильно? Понятно. Но, так как обычный человек, я там не говорю, что какая-то зарядная личность, я вам скажу, что дважды два равно четыре, так как у меня есть понятие базовой арифметики, и как это работает, как это считать, правильно? На что я могу опираться? Возможно, вы можете знать что-то другое или придерживаться каких-то точек зрения. Я же это не отказываюсь, это же ваша точка зрения личная, правильно? Безусловно, безусловно. Ну а школьный курс физики помните хоть немножко? Смотрите. Что же он вам не нужен, можно зайти в Google и погуглить. Расскажите, как в программировании, допустим, есть… Я вам скажу стейк, на котором я пишу сам. Я пишу, ну понятно, я разрабатываю веб-сайты и приложения. Там есть HTML, CSS и языки разметки, правильно? Они считаются как таковыми базовыми языками программирования. Есть языки JavaScript, на котором я пишу. Для него есть такие библиотеки, как JavaScript React и есть JavaScript Node.js. То есть есть программирование в разработке фронт-энд и бэк-энд часть. Я думаю, вы как… вы понимаете точно. Вы же ведете дискуссию. У вас есть YouTube-канал? Да. Все, все верно. Смотрите. Хорошо отрекламировали сайты, с которыми вы работаете. Молодец. Ну хорошо. Хорошо. Я понял вас. Я project manager. Это моя работа – рекламировать мои продукты. Безусловно. Я вам рассказываю, как работать. Я вам могу рассказать, как работать Angular, либо другие системы оптимизирования процессов в project management. Я вам рассказываю, как это вот базово за математику, за то, что мы с вами разговариваем. Правильно? Ну-ха. Извольте арему каши доказать, иначе ты будешь уголен. Ой. Что вы передаете в рулетке? Может, у вас вопросы интересные есть? Да нет. А что ж в рулетку, куда заходите, если нет? Вы откуда… Поболтали. Вы откуда, если не секретно? Вот. Когда болтает, задают вопрос, отвечают. А вы откуда? Ну, вы сразу спросили, есть ли вопросы? У меня сразу таких вопросов нет. Ну, хорошо, я понял. А вы откуда? Я из Казани. В России, Татарстан. Ну, я знаю, где Казань находится. А как вы считаете, как правильно говорить, Татарстан или Татария? Ну, Татарстан. Ну, вообще-то и так, и так, правильно. Ну, официально, Татарстан как в Конституции… Официально, да? Ну, мне кажется, сейчас Татария уже никто не говорит. Даже у нас. У меня журналисты из Казани наоборот говорят, что в журналистике и так, и так можно. А вот официально Татарстан. Я ни разу не читала, как, ну, за последние, я не знаю, сколько лет, что вы писали где-то в прессе Татарии. Ну, я понял вас, да, хорошо, я информацию акцептировал. Ну, хорошо. А вам, в принципе, на какие темы-то беседуете? Да, мне без разницы. Я не люблю про войну разговаривать. А так могу послушать. Захожу, очень многие люди почтенного возраста, им, видимо, не особо есть с кем разговаривать. Они очень любят что-нибудь рассказывать. Я могу послушать. Ну, а вы кто по образованию, если не секрет, или кем работаете? Я по образованию юрист. А, ну вот, а юрист в гражданском или в уголовном праве? Корпоративное право. Ну, это отрасль в гражданском праве. Ну, я понимаю, я понимаю. Ну, из уголовного права кое-что помните? Ну, в принципе, можно по-гражданскому поговорить. Из уголовки? Да. У меня была специальность уголовный процесс, но по-гражданскому такой вопрос хитренький, на который не могут даже юристы точно ответить с ученой степенью. Вот труп, труп это вещь или нет? Вечное право помните? Нет, вечное право не было. Ну, прямо из института. Ну, это гражданское право. Труп это вечно, не вечно. Ну, скорее всего, нет. Я сейчас прямо, вот не то, что я знаю, а чисто логически так вот подумайте. Ну, понятно. Дело в том, что некоторые признаки вещь она имеет, допустим. Если украли, в смысле, трупы? Нет, ну, не только если. При перевозке трупов она, труп, в общем-то, ну, оценивается как вещь. Там накладная, то да сё. А. Особой перевозки считается. Ну, например, вот именно для перевозки он обладает свойством вещи. А вот в иных случаях не обладает, поскольку, значит, физлицо, которому труп принадлежит, она имеет имя, фамилия, например. Ну, да. Принадлежит? Принадлежит ли? Да. Ну, вот так. Ну, если у вас, может, какие-то вопросы появятся? А вы откуда? Я из Торонто. А вы давно переехали? Ну, откуда переехал или не переехал? 17 лет назад. Ну, потому что у вас хорошие рубки языка, и вы, в принципе, не похожи. Ну, понятно. А что? На канадцы, что ли? На аборигенов? На индейцев? Да, да. Смею предположить, что вы откуда-то переехали. 17 лет назад переехали. Понятно. Ну, как у вас всё хорошо? Как вы живёте? Ну, это не интересный вопрос, личный вопрос. Я просто контент для канада собирать для своего. А, понятно. Можно помещать по уголовному праву, если хотите. Ну, в этом какой-то середине. Или вам не интересно, это не ваша тема. Вы знаете, я и в госорганах работала юристом, и потом в коммерции работала. Потом на себя работала. И сейчас я уже до такой степени устала. Вообще, мне сейчас уже кажется, что мне вообще, наверное, это… Ну, хорошо. Давайте вот по более общим вопросам. Как вы относитесь к тому, что в Конституцию России внесена норма, что брак – это между мужчиной и женщиной? Ну, моё отношение? Ну, да. Позитивное или негативное, или нейтральное? Позитивное. Ну, вот, видите ли, это у простого человека, естественно, позитивное отношение, поскольку он так воспринимает. А вот у юриста, юрист должен чувствовать подводные камни. Дело… И поэтому я у вас спросила, чисто моё человеческое отношение… Ну, не человеческое отношение ваше, а как юриста. Вы знаете, здесь каких-то противоречий именно в нашем законодательстве нет. Поэтому… Нет, тут есть подводные… И я, честно говоря, рада, что так есть. Я вам сейчас объясню, тут есть подводные камни. Дело в том, что эта норма уже была прописана в Семейном кодексе. Угу. Что это брак… Ну, там указано в Семейном кодексе России, что это брак между лицами противоположного пола. Вернее, там даже не так указано. В Семейном кодексе очень чётко прописано. Для вступления в брак необходимы три условия. Первое – должны быть противоположного пола, второе – должны быть дееспособными, и третье – должны достичь брачного возраста. Угу. Вот из этих трёх норм какие-то не очень грамотные юристы, которые вот составляли эту поправку в Конституцию, выдёргивают одну норму из трёх и всовывают в Конституцию. Это что? Это получается, что какой-нибудь такой ушлый юрист может набрать двух пятнадцатилетних, привести их в Конституционный суд и требовать между… ну, мальчика и девочку, требовать между ними заключение брака, поскольку Конституция повыше, чем Семейный кодекс, да, по субординарных законам. И вот, скажем так, Семейный кодекс не позволяет, а Конституция им позволяет ступить брак. Вот такие подводные камни. Я не знаю, какие неграмотные юристы готовили вот эту норму для Конституции. Вы согласны или нет? Ну, двояко. Ну, двояко. Я объясняю, со мной юристы обычно соглашаются. Мне кажется, в любом случае, если поизучать, вот сейчас здесь можно найти… Ну, нужно было или все три нормы переносить из Семейного кодекса Конституции, но это было ли… или ничего. А одну норму выдергивать – это неграмотно было. Вот эти все три нормы, чтобы прописано, должно между мужчиной и женщиной раз, достичь возраста до брачного два и быть дееспособными три. Вот если бы все три внесли, еще куда не шло. Но все равно это было лишнее, поскольку это уже прописано в действующем законе, что это брак между мужчиной и женщиной. Этого достаточно было в Семейном кодексе прописано. Ну, вот такие у меня мысли. Понятно. Если у вас вопросов не появилось, спасибо за беседу. Если появилось, задавайте. И вам тоже спасибо за беседу. До свидания. Кстати, говорит… А за себя он был совсем не разговорник… Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Но не слушай меня. Их, в общем-то, всех и назвали «русские», потому что это глагол. «Русские» – это «какой чей» отвечает. Как раз. «Русские» – это федерация, ковторые соединенные штаты, и с федерацией, с федерацией. С федерацией. «Русские» – это федерация. «Русские». Но поведет всегда везет в мудрый пути. И сниться нам неровно, как космонема, Жене-это ледяная синема. А сниться нам крова, крова усома, Жене-это ледяная синема. Все сейчас. Все. Воронеж передали в 1922 году. В Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, На самом деле это Геннадий Хазан, Как его фамилия? Это уровень интеллекта креветки из Озовского моря. Хороший. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра и... Совместный стрим. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть простойный ответ вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 км. А на границе с Россией 40. Давай! Страна огромная! Давай на смертный бой! Темношинской силой немною! Зарабшего еще мой! Но ты мне улица родная. Субтитры сделал DimaTorzok